Компьютерная техника, оборудование для работы с виртуальной и дополненной реальностью, проекторы, 3D-принтеры, электронные книги, интерактивные информационные стенды. Сейчас библиотеки Владивостока – это не места для хранения книг, а настоящие образовательные и культурные центры. Библиотека должна быть причитать для горожанина с возможностью выбора, что читать, где читать, как читать. В рамках нацпроекта «Культура» с 2019 года модернизировали 10 библиотек Владивостока. Из них 8 в этом году. Приобретено все самое современное оборудование. Основной персонал городских библиотек прошел профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Две такие библиотеки посетил глава города Константин Шестаков. В шестой на Калинина 21 он осмотрел интерактивный зал арт-академии с игротекой и кабиной звукозаписи. Здесь сотрудники планируют записывать аудиокниги и аудиоролики. А в библиотеке номер 4 на Светландской 205 мэр осмотрел инфокиоск и большой зал, где теперь проводят семинары, лекции и многое другое. Если с обустройством сейчас мы справились и понимаем, что смыслов дополнительных на территории библиотеки может быть много, очень важно найти те дружественные сообщества, которые найдут здесь свой дом. Мы обсуждали, что, например, таким направлением могли бы быть учреждения дополнительного образования, которыми предлагают, например, участие в тихих играх любых. Мы видим, что и такие, на мой взгляд, нетрадиционные для библиотеки сообщества тоже здесь нашли свое место. По левую руку от меня ребята, которые занимаются обучением молодежи работать с квадрокоптерами, они тоже нашли здесь свое место. После обновления каждой из десяти библиотек реализуют свою собственную концепцию, направленную на самореализацию и развитие творческого потенциала. Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.